Вейкап, с вами Вова Кэс. Даша Каплан празднует год свадьбы с Юриком. Саша Стоун хочет вычеркнуть Валюшу карнавал из своей жизни. Катя Мизулина поставила Андрея Петрова на место. И неужели у Вали карнавал появился новый парень? Обязательно все подписывайтесь и жмите правильно колокольчик. Ставьте лайки. А я желаю всем хорошего просмотра. Пристегнулись? Погнали! Звезду сериала Вэнсдэ Джену Артегу. Начали массово хейтить за плохие привычки. В сети появилось видео, где актриса пьет вино и курит сигареты. Учитывая, что ранее Джена утверждала, что таким она не балуется, в сети это вызвало сильнейший негатив. От актрисы начали даже массово отписываться. Схватка Миланки Петровой и Мизулиной продолжается. На днях блогер обвинил главу Лиги безопасного интернета в воровстве государственных денег. Петров выставил пост, в котором показал, что Мизулина носит серьги от Кортье за 11 тысяч. А сейчас, если вы стояли, сядьте. Долларов. Катя решила не молчать и показала, что эти серьги обошлись в 3 тысячи рублей. И доступа к госбюджету у ее организации нет. Сделаю обзор на так называемые серьги Кортье, которые были сегодня. На мне видео куплены они примерно за 3 тысячи рублей в одном из салонов красоты. Сегодня я была еще вот в такой штуке с мишками. Она стоит примерно 3,5 тысячи рублей. Для тех, кто переживает о расходах, доходах, хочу сказать, что Лига безопасного интернета является общественной организацией. Мы не получаем средства с федерального бюджета, не имеем государственного финансирования, в том числе в виде грантов. В ответ на это Петров показал другие примеры, где Мизулина красуется в элитных и очень дорогих украшениях. Катя Мизулина, я дико извиняюсь перед тобой. Я не смогла определить дешевую бижутерию на твоем видео. Вчера ты первый раз в жизни надела что-то дешевое на себя. С этими украшениями ты действительно меня урыла. Но что по поводу поста ниже? Катя Клэп показала результат длительной работы над своей фигурой. Подписчики в шоке. Такой контент Катя крайне редко выставляет. Я вообще чуть с кресла не упал. Там просто пожар. Фото без цензуры в моем телеграм-канале. Подписывайся, ссылка в описании. А кто не подписался или не подписывается, потом заявки не будут приниматься. И, конечно же, будете потом думать, а поезд уже уехал. Сегодня ровно год со дня свадьбы Юлика и Даши Каплана. Именно 26 мая они стали мужем и женой. Дашка не могла это упустить и выставила вот такую сториз. Самое интересное, кто еще не знал, Юлик и Даша до сих пор не разведены. Вы официально развелись уже? Нет. А, то есть вы еще... Там очень сложно с фамилией, потому что моя фамилия Добренко. Но мы расписывались, он очень просил взять его фамилию. Поэтому мне сейчас нужно менять паспорт на его фамилию, чтобы потом опять поменять паспорт на мою фамилию. Также Даша расплакалась на интервью при рассказе о своем Псе Борисе. Это как бы самая большая ошибка, потому что Юлик всю эту ситуацию настолько перевернул, что она типа супер бесповоротная. Я никогда его не увижу больше, это 100%. Я не думаю, что мне там та семья даст с ним даже просто увидеть. Не знаю, я готова любые деньги отдать, все что угодно. Если можно было бы, короче, это все вернуть. Она заявила, что Юлик забрал пса из клиники и отдал другую семью, чтобы отбелить свою репутацию, как Ваняш. Так как во время расставания ему было все равно на животных. Он действительно так о нем переживал, либо это просто ситуация, чтобы тебя еще больше очернить и сделать какой-то хэр? Это отбелить репутацию скорее. Да, это прям, ну, было все полностью запланировано специально. Притом все думали, что он себе заберет. Когда мне нужна была действительно помощь, вот, когда мы разъезжались, он говорил, что мне п*** на твоих животных, это твои животные. Ну, типа, делай с ними что хочешь, мне все равно. Великая любовь Саши Стоуна и Вали карнавал походу окончательно закончилась. На днях Саша решил переделать татуировку в виде буквы В, которую он посвятил Вале. Вот. Вот так. Нормально. Новая татуировка. Это не цифра 5. Приехали. Максимальным составом делать. Делать татуировки. Или переделывать. Практика сведения любовных татуировок стара как мир. Так что тут ничего удивительного. А вот карнавал впервые на камеру прокомментировала их расставание. По ее словам, в жизни бывает всякое. И она совсем не унывает. За меня просто не волнуйтесь. Все в любом случае будет классно. В жизни бывают разные моменты. Мы рождены одни, так скажем. И мы у себя есть. Поэтому ты для себя самый лучший друг в первую очередь. На самом деле все будет классно. У всех все будет классно в конечном итоге. Также вчера Вале прислали огромные букеты роз. В сети подозревают, что у нее уже появился новый ухажер. А какая была любовь? Многие думали, что на века. А сейчас залетите вот сюда. Посмотрите интереснейший предыдущий выпуск. Мало кто видел. Там просто топчик. Там не новости, там секретка. Короче, ставьте лайки, если угодно дизы. А еще можете подписаться, а можете не подписаться. Пока. Продолжение следует...